Братан, вставай, уже утро. Я себе энергос покупал вчера, ты чё? Угу, без сахара. Я терпеть не могу энергетики без сахара. Ну блин, извините, пожалуйста, я просто не знал то, что в каком вкусный будет или нет. Братан, у меня вообще для этого есть целая рубрика, которая называется Энерджи Тест. Ну а сейчас, хей ребят, всем привет, с вами я Майк Венов и это канал Пиксель. Это 69 выпуск Энерджи Теста. Погнали! И как я уже и сказал, сегодня у нас 69 выпуск Энерджи Теста, в котором мы проверим Кайф Энерджи Дринк Лавит. Другие вкусы энергетика Кайф уже были у нас на обзоре и это, кстати, заключающий видеоролик, пока что, если не будет нововкусов. Всё это я к тому, что если вам интересен подробный разбор некоторых критериев, а именно первой категории в основном, то переходите на самый первый выпуск, посвященный классическому вкусу Кайф Энерджи Дринк. Ну а какие это именно критерии, давайте с вами сейчас и повторим. Первый тип критериев – реклама, дизайн, цена и удобство данного энергетика. Второй тип критериев – цвет, запах, газированность и состав. И третий тип критериев – это был эффект неожиданности, вы думали, что я буду здесь, а я здесь. То есть это вкус и энергетичность. А также я чуть не забыл. Во-первых, если вам интересны тайм-коды, которые почему-то не отображаются на моей полосе, которые идут под видео, то в описании вы можете найти в самом низу всё там есть. Если есть такие люди, которые переключают, зачем? Да, действительно, я стараюсь. Во-вторых, там же в описании написаны правила для того, чтобы выиграть у меня 50 рублей. Выполняя все эти правила, ну и ключевое задание – это написать комментарий. Давайте в этот раз напишем, какой энергетик вы пили последний. А если вы пьёте его сейчас, то так и пишите «О, а я сейчас смотрю твой выпуск и пью энергетик». Ну а если вы очень добрый человек и не хотите забирать деньги у блогера, у которого и так нет монетизации, то прямо сейчас по первой ссылочке в описании ты сможешь перейти, там будет ссылочка на донат. Я поставил минимальную сумму доната, так что без ограничения даже любой копейки буду. Заранее благодарю всех, кто задонатит или просто поддержит этот видеоролик и также мой канал. Это я всё говорю заранее, а теперь приступаем к обзору. Реклама. Данный энергетик производится в Германии и также свободно продаётся в Казахстане. В России это же всё-таки считается импортным энергетиком. Тем не менее, чисто логически рекламу Казахстана намного легче увидеть на территории России. Поэтому сказать, что реклама нет, я не могу. Единственное, что если вы захотите увидеть рекламу этого энергетика, то вы должны будете её искать. А если вы будете искать рекламу этого энергетика, то вы должны уже знать об этом энергетике. И поэтому в России все не так просто, но, опять-таки, повторю эту фразу, сказать, что рекламы нет, я не могу. Все-таки есть и рекламные видеоролики, и социальные сети, и сайт, что заслуживает от меня 6 молний из 10. Если в оригинале нам буквально в смысле показывали, как же выглядит человеческий кайф, то здесь же он без сахара. И все цвета будто бы заменены на противоположные. Даже не знаю, что этот энергетик без сахара, я уже могу предположить, что он без сахара, потому что абсолютно все производители делают так. О, мы выпускаем энергетик без сахара, какой же дизайн его придумать? О, у меня есть идея, а что если мы сделаем его белым? Белым. Отличная идея, просто, браво, вот тебе время, теперь лезь под стол. Ну и теперь, как всегда, если говорить без шуток, то что мы видим? Белый фон, монохромный, небольшое вкрапление зеленого цвета по большей части, тут у нас, ну, чисто из-за объема, такой фиолетовый узор. Поближе покажу, как он выглядит. Приятный довольно-таки шрифт, в последнее время я тоже начал на них обращать внимание, потому что, ну, бывает такое, что именно шрифт все и портит. А здесь как раз-таки наоборот. Но, тем не менее, дизайн очень скучный, в нем практически нет деталей. И опять-таки, как в оригинальном выпуске, вернее, про оригинальный энергетик, оригинальный вкус, я уже говорил, что большое количество деталей тоже не есть хорошо. Но малое количество деталей даже не дает тебе понять, это хорошо или это плохо. Очень мало энергетиков с простым дизайном, но которые заслуживают обменять 10 молний из 10. Просто для сравнения, это монстр и ион. Также я ставлю десятку хоткэт, но все-таки там уже дизайн чуть позамудренней. А здесь же нет, тут вот как адреналин раш, то есть, вроде бы что-то есть, вроде оно усдается и все к этому привыкли. Но все-таки, нет, ну, нет, это слишком просто. Только 3 молний из 10. Далее идет цена данного энергетика, и ох, как я не рад, что этот энергетик импортный, и с ценой творится какая-то хрень полнейшая. Дело в том, что я купил этот энергетик за 105 рублей в ленте. Но, как мы все знаем, в ленте действует очень странная система скидок, которая по карте дает тебе абсолютно другую цену, кроме этого товара. По скидке он будет стоить 99 рублей. И, как подсказывают мне источники из интернета, а также другие магазины, в которых я его видел, за 99 рублей некоторые продают его без скидки. Да, это мы говорим про минимальный прайс, а про максимальный, ребят, 129 рублей за 0,25. Да, в прошлый раз у нас всегда была банка объема 5, и сейчас я решил взять 0,25. Хотя, по-моему, там просто не было 0,5. Но, с другой стороны, зато я хотя бы покажу и докажу, что есть и другие виды тары. Но про тару мы поговорим потом, а сейчас цена. Просто напомню, что за 129 рублей уже можно по минимальному прайсу взять банку объемом 0,5 литра в некоторых магазинах. В некоторых магазинах на 0,25 выставляют 129 рублей. Отсюда у нас ценовой диапазон вот такой. Далее мы говорим с вами про удобство, как я уже сказал. Это банка объемом 0,25 литра или 250 миллилитров. Также присутствуют вот подобные банки, не он, конечно, но кайф. Объем 0,5 литра. Итого мы имеем целых 2 вида тары, которые заслуживают от меня 6 молний из 10, потому что нам предлагают самый удобный вид тары. Это банка алюминиевая, но, тем не менее, всего 2 объема. Далее идет состав, и я не могу. Я перед смертью кадра поправляю волосы, потому что я похож на серебрянку из Энди Бёртс. Итак, поехали состав. Вода, регулярно кислотность, римонокислотация, натрия, таурин, глюкозно-флюкозный сироп, соседитель ассульфан, калия, пососедитель аспарма, кофеин, глюкровоктон, костер-клесак, инкодин, мес-50С, анализатор, инозит, неоцинт, амкл, калорийность, энергетика, 117 кГ, энергия или 4 ккал, белков меньше полу грамма, углеводов 0,1 грамм, из которых сахара это все есть, кофей на 32 миллиграмма на 100 миллилитров, аурина, 370 миллиграмм на 100 миллилитров напитка. В принципе, состав, мне кажется, чуть больше, по-моему, мы в последнее время пробовали много российских энергетиков, и я уже забыл про то, что в составе у нас включается ассульфан калия и подсоседитель аспарма. Это сахарозаменители, ну, я думаю, понятные слова, подпластители, потому что энергетик без сахара, но если он будет не сладкий, то пить его будет, ну, не очень-то и приятно. Хотя, честно скажу, я уже забыл, какие именно подсластители мне не очень нравятся по вкусу. Какие-то из них есть прям мерзкие, некоторые как будто горечью, некоторые как будто металлом отдают. Эти же я, честно, даже не помню. По сахару, думаю, все понятно, из калорийности все это следует. Также хочется отметить то, что у этого энергетика, как всегда, на высоте энергетичность, так как таурина и кофеина тут в среднем чуть больше, чем обычно. В принципе, на этом мы заканчиваем на скучную часть и переходим к самому веселому мы с вами сейчас попробуем открыть. И, короче, что я все время объясняю. Давайте сразу поехали, походу разберемся. Запах. Пахнет классическим энергетиком, но запах такой утушающийся. То есть он вот есть вроде, а потом он пропадает. Так, цвет. Ну, по цвету он, как обычный энергетик, разве что чуть светлее, чуть прозрачнее по газированности. В принципе, так же, как всегда, нормально. Запах. Ну, здесь больше площадь испарения, и тут все-таки улавливается. Итак, сегодня мы с вами проверяем на ночном действии, но энергетичность я уже знаю, потому что энергетик мы с вами уже неоднократно проверяли. Итак, пробуем вкус. Ребят, скажу так. Когда я снимал первый выпуск, я читал очень много о том, что этот энергетик похож на Red Bull, я имею в виду классический вкус. И когда я его попробовал, слава богу, это оказалось не так, потому что мне классический Red Bull не нравится. Буквально недавно мы отсняли видеоролик, который есть на канале. Я отснял видеоролик. Вы наверняка смотрели, если нет, то бегом переходить на канал. Там есть этот видеоролик. Когда мы снимали про, кто он, Red Bull без сахара, он мне показался еще хуже, чем обычный. Обычный Red Bull. Вот этот энергетик как раз-таки похож на Red Bull без сахара. Максимально какой-то пресный вкус. Классители что-то там отдают на послевкусие. Кажется, что они вообще тут лишние. Лучше бы я уже пил воду, от которой я просто буду в курсе, что типа она даст мне энергии, чем пить вот такой вот, ну, не очень, честно говоря, вкусный энергетик. И да, это стопроцентный аналог. Я даже не буду долго думать над оцинкой, долго размусоривать. Нет, все-таки еще чуть-чуть по размусорим. Насчет вкуса это классический энергетик. Без сахара, с неприятным, с пресным вкусом и неприятным послевкусие. Три молнии из десяти. В общем, ухожу на паузу и приду, когда приду, буду рассказывать про энергичность. Итак, ребят, наступил следующий день, скорее даже вечер, просто только сейчас появилась возможность записать этот фрагмент. Но, слава богу, я все четливо помню. На самом деле эффект я знал, и он абсолютно такой же, как и у предыдущих энергетиков напитка кайф. Все-таки он действует хорошо. Не буду говорить, как все конкретно прошло, потому что эксперимент был, ну, так называемый эксперимент, проверка была не совсем чистой. Если в прошлые разы я брал энергетик, пил его, то сейчас я скорее его использовал так, как я его использую, как я использую энергетики, когда просто хочу посидеть и выпить немножечко энергетиков, может быть, с другом, с братом, просто под сериал какой-нибудь. То есть у меня был энергетик сильного действия и энергетик слабого действия. И как энергетик сильного действия, он на меня подействовал нормально. Как вы знаете, производители очень часто пишут, что не рекомендуются к употреблению более одной банки в день. Некоторые, которые открыто не заявляют, что их энергетик слабый, но понимают, что он таковым является, что они желают на употребление более двух банок в день. И тот метод, который использую я, это беру один энергетик, который я знаю, что он сильный, и тот энергетик, который я знаю, что он слабый. Иногда бывает так, что я беру просто энергетик, который я не знаю, как он подействует, но тогда и второй энергетик беру такой средненький. И вот, честно говоря, энергетик кайф отлично подходит как энергетик сильного действия. По-моему, я это уже говорил, но все-таки надо подтвердить эту мысль. И даже вот этот маленький, вот эта маленькая баночка, несмотря на то, что она маленькая, То есть, казалось бы, там должно быть меньше энергии, но я насидел вот с этим энергетиком и со снэками аж до 6 вечера. Если говорить про оценку, то энергетичность точно такая же, как и в прошлый раз. А именно, 9 молний из 10. Если подводить краткий итог, то энергетик кайф лайк. Он кайф. Если говорить конкретно про лайт, то есть про версию без сахара, то я... Блин, ну, мне не нравятся такие энергетики. Они отвратительные. Они отвратительные. Я общался или просто видел информацию от таких же вот ребят, которые снимают либо обзоры, либо занимаются группами ВКонтакте, посвященные энергетикам. И они... Вот я... С чего все это началось? Я увидел, что в комментариях спросили про Red Bull. По-моему, у этого я видел в ТикТоке парень популярный. Ордер. У него там ордер. Орден какой-то энергетический. Энергетический самелье. Я не помню, как он себя называет. В общем, он тоже вот недавно... Относительно недавно моего времени. Выпустил видео, в котором рассказывал про... Составлял топ энергетиков Red Bull. И вот у них у всех сахар-фри заним... Ну, сахар-фри. Лайт-версия занимает последние веста Red Bull. А этот вкус кайфа, он 100% аналогичный тому Red Bull. Поэтому выглашайте сами. Если вам нравится Red Bull без сахара, то берите и этот энергетик. Он по энергетичности и даже лучше будет, а знающий цену, то... По такой же цене вы получаете лучшую энергетичность. Вот и все. На этом все. Если вам понравился видеоролик, то ставьте ему большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, потому что первым ссылочком в описании будет ссылочка на донат. Всем удачи, до новых встреч. Пока.